Почему нужно внимательно слушать учителя на уроке и правильно выполнять домашнее задание? В течение всего спектакля главный герой Вовка искал ответ на этот неоднозначный вопрос. В волшебной стране невыученных уроков наступил хаос из-за лени и невнимательности мальчика. Главный герой задач и примеров оказались на краю пропасти. Чтобы исправить положение, Вовке пришлось правильно выполнить все домашние задания. Все должны учить домашние задания и прилежно выполнять уроки. На сцене нет декораций, не работает и экран. Все внимание зрителей к актерам спектакля. Кстати, надо отметить, что среди них обычные дети, которым удалось за короткое время не только выучить текст пьесы, но и по-настоящему вжиться в свои роли. Детей очень много, 32 человека. 32 человека на сцене так и актеров, это не бывает такое. 15 человек это максимум в драматическом театре. Это просто очень много. Поэтому спектакль очень сложный. Есть только расчет на то, что детям получится и как-то они прикоснулись к этой культуре. Они понимают, что театр не просто игрушка, не просто развлечение, а театр это работа. Это очень интересная, глубокая такая работа, это труд, где актер с собой должен что-то создавать на сцене. Ставили мы этот проект достаточно долго, где-то с января месяца. Были многочисленные репетиции, отменяли некоторые уроки из-за этого и репетировали иногда по выходным. Спектакль – это итог большого труда. Зритель видит уже готовый вариант, за которым стоит огромная работа всего класса. Театр – это замечательно. Театр – это литература, это музыка, это хореография, это, в общем, вся наша культура. Главный герой осознал свои ошибки и вернул все на свои места. Теперь Вовка не станет прогуливать уроки и будет выполнять домашнее задание. В этом решении его поддержали все ученики Одинцовской лингвистической гимназии. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.